Главная задача специалистов Центра профилактики и борьбы со СПИДом напоминать в основном молодому поколению о том, что меры предосторожности необходимо соблюдать во все времена. Эпидемия ВИЧ никуда не делась и продолжает уносить человеческие жизни. Спорт уверены организаторы. Хороший повод направить подростков в правильное русло. Ситуация по городу Сочи, то у нас в этом году заболеваемость несколько ниже, чем в прошлом году. Но учитывая большой поток мигрантов, они дают основной удельный вес новым случаям ВИЧ-инфекции. В целом мы имеем некоторую стабильную ситуацию по городу Сочи, особенно среди наших местных жителей, за что спасибо каждому жителю города Сочи. Такое профилактическое мероприятие Сочинский Центр проводит третий год подряд. На этот раз участие в эстафетном беге приняли пять команд. Все ребята – студенты сочинских училищ и колледжей. Серьезные ситуации понимают и даже дают советы сверстникам. Как говорится, здоровом теле, здоровый дух. Завлечь молодежь в спорт, чтобы вести соревнования какие-нибудь, проявить себя, свои способности. Благодаря тому, что мы занимаемся спортом, мы отвлекаемся уже хоть на что-то, там другой круг общения. Много хороших, приятных людей, много новых знакомств. Ты можешь ездить в разные страны на соревнования, знакомиться с новыми людьми, в конце концов добиваться чего-то в этой жизни. К победе стремились все пять команд, но лучшее время удалось показать студентам медицинского колледжа. Победный кубок за второе место получили ребята из профессионального техникума. Бронза досталась академическому колледжу. Подарки же вручили каждому участнику эстафеты. В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет под девизом «Достижение нулевой отметки. Ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации, ноль смертей вследствие СПИДа». Пока до таких результатов явно далеко, в том числе и городу Сочи. На курорте инфицированы около тысячи жителей. Акции, направленные на сдерживание распространения инфекции, проводятся повсеместно и независимо от праздничных дат. Общегородское же мероприятие пройдет в городе 1 декабря.